Итак, Василина Рефер получила посылку, хотя не знала, что найдут внутри, открывала ее трясущимися отполнения руками. Первым делом добралась до книги и перелистала, познакомилась с держанием. Великолепная книга, обязательно дам почитать маме, а может еще кому-нибудь. Кстати, лучший новогодний подарок, 600 рублей, а не деньги, вы на подарки тратите больше. А вот брошюра вообще 4 брошюры, где все рублей стоит. Отдельное спасибо за оптограф. Во! Все прошло в целости и сохранности. И вот началось. Как мне лучше поступить с черенками? Упаковать их не назначу, потому что определенный положительный холодильник? Или как? Давайте Василина Рефер. Я вам еще не успел сказать, пожалуйста, вы мне это самое. Уже письмо, вот же переписка наша. А я вам эту. Статьюра называется «Черенок животворящий». А там про все, как хранить. Самое главное пока, чтобы не сопрело в тряпках, пожалуйста, убейте тряпки. Они живые, им дышать надо. Самое интересное, что полиэтилен тоже дышит. Но он дышит ровно столько, чтобы они и не пересохли. Так? И не сопрели. Поэтому не просто киржа или кинули. Во-первых, холодильник лучше бы пугаем. Да, прямо до самого этого прививки. Вот. А тут, видите, не разворачиваю. Вот я на ваши вопросы ответил, а подробнее там. Тем более, ну, опять же была тема. Увидев просто гигантские косточки крупноплодных абрикосов, обалдела! Каких поистине огромных плодах они росли и зрели. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Это я коммунистерство Белоруссии и Кроссии. А? Когда у вас такие будут? Я, конечно, знал, что они большие, но что, чтобы настолько... Так. На этом сюрпризы не закончились. Я буквально прыгал от пространства, когда обнаружил вместо одного пакета кашлы в Китае, 43. Это было очень неожиданно, невероятно и приятно. Знаете, мне это ничего не стоило, столько запаслись, я его чувствую и не продам, приходится делать подарки. Эта фотография какая? Это не огромная. Огромная еще три раза больше, четыре. Я просто воспользовался, как бы, ну, чтобы про еще немножко наши с этим Сафроном оживить торговлю с семенами. Там внизу где-то... У меня нет на экране. В конце или вот сейчас, может, куда-то нажать надо. На этом. Чтобы увидеть, что мы имеем. Вот это, смотрите. У меня сейчас, вы не поверите, манжурцы вот такие. У него внедрился супруг Амур, а потом 13 лет еще на 5 лет. И он преобразился. Он стал краснее. Плоды стали вкуснее, вот. Но даже не это интересно. У него появились дети. Ну, у меня там, я их не считал. У меня там, я их не считал. Центроводеев, не привитых. Самые мелкие вот. То есть, они, почти когда косточка выросла, а он уже еще вот такой. Почему? Сам манжурец уже успел испортиться. Его Амур уже испортил. А его потом опять пошло, ну, сказать дикую форму нельзя. Потому что вы опять с него хвостовичку возьмете, опять вырослете, можете получить опять такое. Ну, вы поняли. Собака бегает за душевым хвостом. Вот, смотрите. Вот так. Вот. Но это еще интересно. То есть, это величайший. Раз семерчий, тем она стоящая. Трианговая. Вот. И вы можете снова вернуться к истокам. Даже прямо написать. Присните самые мелкие из этих самых. И сыновей Амура. Ой. Шшш. Попроеду. Только сейчас про Амура говорю. И сыновей Патриарха. И получите. Лучших Патриарха не бывает. Почему? В них гены культурных. А вот это уже, например, человек не хочет прививать. А таких 90%. И эти 90% пусть растят. А помните, у меня самые крупные, это были 40-50 грамм. Правда, на одном. А так, уже 20-30 грамм. Они уже на уровне Амура. Подходят всем. Вполне приличные плоды. Вот. А у меня же было, что из 15 первых заплодоночных. Два было чисто-сладких. Правда, на следующий год уже были снова. То есть, чисто-сладкие. А следующий год уже снова были чисто-сладкие. Ну, это это. Спасибо. 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 Поехали. Спасибо. Продолжение следует...